Друзья, приветствую всех на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets, где каждый день мы размещаем большое количество торговых идей и в целом новостные заметки, которые точно помогут вам разобраться, что стоит ожидать от отдельных финансовых активов. Ну что ж, на финансовых рынках сейчас несколько тем, которые точно заслуживают вашего внимания. Это рынок нефти, который в целом, если закрыть глаза на текущую коллекцию, обновил многолетние максимумы. И вот эта тема, она вытекает опять же из рисков того, что центральные банки будут обязаны бороться с ростом инфляции, который подстегивается как раз с ралли цен на углеводороды, решениями, которые предполагают повышение процентной ставки и отказ от экономических стимулов. Я думаю то, что эти вопросы мы с вами будем обсуждать все чаще и чаще, тем более, что нас интересует, конечно же, что будет с долларом в тот самый момент, когда ФРС созреет к решению, которое предполагает повышение ставок, но сначала отказ от действующей программы количественного смягчения. Также другая тема, это потолок государственного долга США. Сейчас, если посмотреть на динамику индекса американского доллара 93,70, мы видим в моменте, повышенный спрос на доллар в том числе обусловлен тем, что трейдеры начинают в прямом смысле паниковать. А что если сохраняющиеся межпартийные разногласия между демократами и республиканцами не помогут им и не позволят им прийти к компромиссу, к общему знаменателю и согласовать два очень важных законопроекта. Во-первых, это законопроект о повышении потолка государственного долга, а во-вторых, это законопроект о продолжении финансирования правительства, ну скажем, до конца года, потому что сроки при текущем законе стекают тут уже буквально со дня на день. На данный момент, что известно, то, что республиканцы по-прежнему не дают зеленый свет этим проектам. Демократы уже, по сути, поголосовали, но Конгресс устроен полотопредставителей, есть и Сенат, и там присутствуют представители разных партий. Республиканцы пока не подписываются под этими документами и, соответственно, друзья, 1 октября, это вот ближайшая дата, которая заслуживает нашего внимания, 1 октября это пятница, когда фактически истекает срок финансирования правительственных учреждений. То есть, если до 1 октября, то есть до пятницы, республиканцы и демократы не согласуют этот законопроект, произойдет шатдаун, это присновка работы госучреждений. Я думаю, что те из вас, кто следит за рынками довольно-таки давно, знают, что такого рода явления были уже в Штатах, и ни к чему хорошему все это, конечно же, не приводит. Дальше идем. Параллельно с вопросом, который предполагает продление финансирования госучреждений, есть еще более важный вопрос, это патолог государственного долга. И здесь, конечно же, все упирается в риски потенциального дефолта США. Если патолог государственного долга повышен не будет, Минфин не сможет дальше занимать на внешних рынках, и, по сути, у Министерства финансов в США, кончатся ресурсы и резервы, которые тратятся на исполнение действующих долговых обязательств. Говоря простым языком, опять же, я ссылаюсь на комментарии чиновников ФРС, и в том числе и Джанет Хеллен, ресурсы Минфина, если патолога сразу надолго не будет поднята, будут полностью исчерпаны к середине октября. Это значит, что в середине октября Америка может объявить дефолты и стать банкротом. Я признаю, друзья, то, что вероятность такого сценария стремится к нулю, и, скорее всего, в самом последнем моменте политики смогут договориться. Но на текущем этапе вот эта неопределенность, которая присутствует, а что если нет, что если мы станем свидетелями вот этого исторического прецедента, привело, скажем так, к значительному ухудшению рыночных настроений. Мы это видели даже в распродажах того актива, который не боялся в прямом смысле ничего, американского фондового рынка, который скорректировался накануне. И мне кажется, что вот эта вот коррекционная динамика риска, она может сохраниться на площадках, в том числе до пятницы, потому что я почти уверен, что в пятницу, в роковую секунду, в роковую минуту, в самый последний момент, мы все-таки увидим в заголовках средств массовой информации, что компромисс найден. До этих пор, друзья, я рекомендую вам пока что особо не паниковать. Есть только риск, но малореализуемый. Вероятность того, что все случится так, как было обозначено при негативном сценарии, она не так уж и высока. Поэтому по S&P, сейчас мы видим котировки 4367 пунктов, я допускаю, что коррекция может продолжиться, но не сильно. Что касается индекса американского доллара, здесь вот на локальном интересе к доллару, как защитному активу из-за рисков обозначенных, может быть, мы увидим тесты и сопротивления 94 пункта. По поводу вчерашнего выступления в Банковском комитете Конгресса Елен и Паула стоит отметить следующее, что Паула, ну, в том, что он сказал, действительно прослеживалось, что американский регулятор переживает за то, что инфляция на самом деле растет более стремительными темпами. И то, что происходит на рынке углеводородов, рост цен, способствует росту инфляции. Поэтому ФРС начинает касаться все чаще темы того, что, может быть, было бы целесообразно все-таки рассмотреть вопрос более раннего ужесточения монетарной политики. В этой связи, друзья, хочу обратить ваше внимание на следующее, что 4 октября состоится заседание ОПЕК, на котором будут принимать вопросы относительно того, стоит ли странам, участникам монетического пакта увеличивать еще больше нефтедобычи, либо сохранить уровень на текущих значениях. Поэтому 4 октября – это день очень важный для рынка нефти. И если все-таки страны ОПЕК плюс согласуют дополнительный рост добычи из-за того, что цены и так очень сильно выросли в последнее время, в среднесрочной перспективе мы увидим разворот на рынке углеводородов. И параллельно с этим разворотом начнут снижаться опасения того, что ФРСу нужно раньше ужесточить денежно-корректную политику. Поэтому здесь, если резюмировать, я думаю, что в конце концов ожидание того, что политика американского регулятора будет более стимулирующей, она на дистанции станет преобладающей, и доллар развернется. Что касается других активов, евро, доллар, британская валюта против американца, мы ими также торговали в последние дни. По евро, доллару, по сути, почти достигли цели 1,16. Лоу был 1,1667, сейчас котировки 1,1682. Цель по-прежнему актуальна. По фунту, друзья, поздравляю, мы здесь цель сделали, поэтому из фунта выходим. По австралийцу 0,7251 сейчас котировки. Я жду еще большего снижения австралийского доллара, в принципе, как и говорил ранее. Что касается рынка нефти, новых позиций не стоит открывать, стоит дождаться 4 октября и посмотреть уже за развязкой именно на фоне тех решений, которые будут приняты странами ОПЕК. И в этой связи в работе рекомендую пока оставить несколько валютных пар, смотреть за дальнейшим развитием событий. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошие торговые сессии. Всем пока.